Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 13 главу 2-го послания апостола Павла к Коринфинам. Эта глава завершает с собой это послание, и по своей тональности она может быть самая жесткая, и она может показаться немножко странным, почему в заключении письма апостол Павел позволяет себе некую суровость и жесткость тона. Обычно письма, наоборот, нужно заканчивать на какой-то примирительной ноте, и по мере приближения к концу письмо должно становиться все более и более мирным. Но в действительности мы можем себе представить, что это письмо Коринфини читали и перечитывали. На самом деле сам факт, что оно сохранилось в церкви, говорит о том, что его много раз перечитывали и переписывали, о нем размышляли, иначе бы оно просто было затерянным среди других посланий и переписки. Поэтому можно себе представить, что именно перечитывая упреки, обвинения апостола Павла, Коринфини это видит уже другими глазами. После того, как все-таки конфликт исчерпан, когда стороны примирились, и опять воцарилась любовь, и воскресли какие-то новые отношения, то уже все недоразумения, все травмы выглядят совершенно в другом свете. Так вот, третий раз уже иду к вам. Риторический прием, да, вот уже приближается тот момент, когда я в третий раз побываю среди вас. И как написано, всякое дело, которое требует разбирательства, нуждается в показании двух или трех свидетелей. Апостол Павел цитирует книгу «Второзаконие», она же часто цитируется и в Евангелии, потому что там, где совершается судебное разбирательство, необходимо два или три свидетеля, так, чтобы их показания полностью совпадали, и тогда вердикт будет вынесен, и он будет истинным. «Я предупреждал тех, кто ранее впал в грех, и всех прочих, предупреждал еще при моем втором посещении, и повторяю это вновь, накануне новой встречи с вами, когда я приду, снисходительным я не буду». «Вы получите тогда доказательства, которые искали. Убедитесь, что через меня вам говорит Христос, и действия его в отношении вас вовсе не слабы, он силу свою являет среди вас». Апостол Павел как будто угрожает. У коринфян, наоборот, всегда возникали упреки, когда он с ними, он кроткий, ласковый, обходительный, нежный. Когда он пишет письма, то он позволяет себе резкость, которую они не ожидают, и поэтому она им неприятна. И здесь он говорит, когда я приду, снисходительным не буду. «Пусть был распит Христос в своей немощи, но ныне он жив Божьей силою. Вот так же и мы, как некогда он, сами немощны, но будем живы с ним силою Божью, вам являемой». Фактически, здесь мы видим образ того, что все смуты, конфликты, гнев, клевета, они оставили незаживающие раны, кровоточащие раны, они буквально истерзали плоть тела этой общины. И апостол Павел приглашает коринфян обновить опыт веры, вспомнить, в чем же состоит ваша вера, в чем состоит то Евангелие, которое вы приняли. Оно состоит в том, что Христос умер и воскрес. Вот точно так же и все беды, которые выпали на вашу долю сейчас, все эти недоразумения, которые омрачали наши отношения, они послужат божественной славе и силе. Мы немощны, мы беззащитны, но точно так же, как Христос был воскрешен Отцом, точно так же и мы будем. И вы уже видите знаки этой силы. Проверяйте себя, веруя ли вы живете, испытывайте себя. Вы же знаете, что Иисус Христос вас, если только вы не из тех, кто не выдерживает испытания. Что же до нас, вы, я надеюсь, убедитесь вполне, что мы испытания выдерживаем. И мы молимся Богу о том, чтобы вы не делали ничего худого. Не потому молимся, что хотели бы, выдержав испытания, получить одобрение, но дабы вы творили добро, даже если бы казалось, что мы испытания не выдержали. Фактически апостол Павел, опять же, укоряет и увещевает своих учеников, проверьте себя, прежде чем выдвигать обвинение в адрес своего основателя, своего отца, проверьте свою веру, будьте бдительны, действительно ли вы проходите испытания, и ваша вера становится испытанной или нет. Здесь слово зрелость означает, конечно, не просто какой-то этап в жизни человека, когда человек достигает расцвета своих интеллектуальных, физических возможностей, но прежде всего момент, когда можно собирать урожай, когда посеянный апостолом вдруг начинает приносить прекрасные плоды. И поэтому он молится об этом моменте, когда его община достигнет духовной зрелости, когда она расцветет, будет единство в ее рядах. «Я пока еще вдали от вас, пишу все это вам заранее, чтобы в дни моего присутствия не пришлось мне обходиться с вами строго, пользуясь властью, данной мне Господом, не для разрушения данной, но для созидания». Замечательный критерий истинности. Действительно ли эта власть дана от Бога, или это какая-то посторонняя власть? Потому что всякая власть, она может оказаться разрушительной и для ее носителя, и для тех, кто оказывается в подчинении. И здесь апостол Павел удостоверяет, что та духовная власть, которую он получил от воскрешего Христа, она не для того, чтобы разрушать, не для того, чтобы ссорить людей, не для того, чтобы кого-то эксплуатировать, но, наоборот, для того, чтобы община созидалась. Созидалась в обоих значениях. Это как и духовное образование, просвещение, но одновременно как некий храм, который созидается из живых камней членов этой общины. Традиционно любое послание завершается какими-то заключительными приветствиями, словами пожелания, благословения, увещевания. Также и апостол Павел заканчивает свое послание таким образом. «Напоследок же скажу вам, братья, радуйтесь, стремитесь к совершенству, примите мои наставления, будьте единомысленны, живите в согласии, и Бог любви и мира пребудет с вами». Здесь как раз развивается образ вот этого созидания, когда община расцветает и формируется как некое единое здание, единое тело. Будьте единомыслим, живите в согласии, и Бог любви и мира пребудет с вами. «Приветствуйте друг друга святым лапзанем. Свои приветы шлет вам весь святой народ Божий. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами». Эти замечательные последние слова мы слышим за Божественной Литургией. Они настолько прочно вошли в наш обиход, что мы забываем о том, что это цитата из послания апостола Павла. Настолько опыт коринфской общины созвучен всем переживаниям, всем конфликтам и горестим испытаниям, которые выпадают на долю каждого верующего и любой общины. Единственное, что нас сможет поддержать и выйти победителями из этих испытаний, это только дар Бога, Его благодать, Его любовь. И от христиан требуется только вера. И в чем состоит вера? Бог признается в любви, Он говорит «Я люблю вас». И вера состоит в том, чтобы принять это с верой, поверить в это и принять ту силу, которую для этого дает Господь. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.